В сегодняшнем ролике мы с вами вновь затрагиваем тему жирования виноградной лозы. Разберем, что это такое, причины этого явления, чем оно опасно и как с ним бороться. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана. Я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда, понятно и доступно. Что такое жирование? Это явление, когда побег, либо побеги на кусте растут слишком бурно. И как это определить? Побеги обычно очень толстые. Вот посмотрите, побег толщиной с мой палец и огромное количество пасынков. И эти пасынки, они тоже очень сильно и бурно растут. То есть если побег у вас просто толстый, на некоторых сортах такое бывает. Смотрите, вот это яся. Вот у нее всегда толстые побеги. То есть даже с мой большой палец, это еще можно сказать, такой довольно тонковатый. Но вот смотрите, пасынки, да, они небольшие. Они небольшие. То есть вот это не жирующий побег. А жирующий, вот он с весны видно, он прям такой очень мощный. Видно, он жирный. Вот. Действительно, это видно. И пасынки, пасынки, пасынки. Они пруты, пруты, прут. И они тоже большие. Сейчас мы будем потом говорить, да, вот укладывание в горизонт. Это уже борьба с жированием. Мы об этом поговорим чуть позже. Но если бы этот побег был стандартно вертикально, то даже если мы там убираем пасынки, у нас они появляются, появляются, появляются. Их появляется огромное количество. И у них тоже очень бурный рост. Вот это и есть жирование. Жирование виноградной лозы – тема достаточно актуальная. И практически каждый год в той или иной степени мы сталкиваемся с этим явлением. Почему так происходит? Наиболее частые причины – это плохое возревание лозы в прошлом году, подмерзание основных почек за зиму. И, конечно же, весенние морозы, весенние заморозки. Когда у нас почки открываются, обмерзают, да, после этого куст получается недогружен и начинается жирование. Но в течение ролика я вам покажу еще одну достаточно редкую, неочевидную причину, но тем не менее она может быть. Также явление жирования может встречаться у молодых кустов. Иногда причиной становится слишком жирная земля, мы слишком постарались заправить яму. А иногда просто так складываются обстоятельства. По какой-то причине куст начинает жировать. Смотрите сразу пример. Вот уже лоза лежат в горизонте. Вот пасынок. Не первый, второй, да, он уже почти дорос до верхней проволоки. Вот так вот растет куст. Осенние посадки. Вот в 22-м году я его садила осенью. И для сравнения рядышком. Куст, который садился в тот же день, да, и мы видим разницу. Один растет, ну, вполне нормально, да, а второй прет как не в себя. Вот такое тоже бывает. В жирующих побегах, ну, кусте может быть один, может быть несколько. Вот в данном случае, смотрите, вот там у нас уже уложен в горизонт жирующий побег, а здесь вот раз, два, три, и там поменьше четвертый. Это абсолютно нормальные развивающиеся побеги. Вы спрашиваете, надо ли удалять жирующий побег. Возможно, кто-то думает, что надо, но мы считаем, что удалять его не нужно. Наоборот, если он жирует, его просто нужно нагрузить. Каким образом? Вот самый простой пример. Мы укладываем зеленую лозу жирующую в горизонт. Смотрите, здесь длина будет где-то два с половиной метра. Уложили и вертикально пустили расти пасынки. Вот это называется перевести рост на пасынки. Итак, смотрите, мы берем вот этот наш жирующий побег, отвязываем его от вертикального направления и укладываем на нижнюю проволоку. А теперь смотрите, основную лозу положили, пасынки запускаем вертикально. Здесь я хотела бы обратить ваше внимание. Конечно, идеальный вариант, когда у нас вот пасынок не тронутый. Но мы же не знали, что у нас так случится, да, и что один рукав прикажет долго жить, да, либо, в принципе, мы не всегда знаем, что куст у нас будет жировать. Не всегда можем это предсказать. И вот этот пасынок у нас оказывается прищипнутым. Но у нас есть вот два пасынка второго порядка. Смотрите. Вот. Раз. Два. Ну, это пасынки второго порядка. Вот этот мы можем прищипнуть. Опять же, не вылавнуваем, прищипываем. И вот эта ситуация тоже показывает, что никогда не выламывайте пасынки. Всякое может быть. Пасынки надо прищипнуть. А этот мы оставляем. Он у нас пойдет как основной побег. И все, куда-нибудь его сюда, сюда вот подвязываем. Вот с этим у нас получилось, что он смотрит вниз, да, в другую сторону. Ну, чтобы поделать, пасынок хороший, нам имеет смысл его оставить. Просто не надо его стараться прям вот вертикально гнуть. Вот здесь у нас есть место. Да, и мы его можем замечательно здесь поместить. Чуть-чуть, как бы, по-другому. Вот снимаю камеру и показываю. Видите, вот так вот у нас пошел. Ну, вот этот маленький, да, с ним нет смысла ничего делать. Его как раз-таки можно прищипнуть. Да, дальше идем по этой лазье. Вот у нас еще есть большой, хороший пасынок. И здесь как раз-таки освободишься вшееся место на шпалере. Еще пример жирования. Так получилось, что куст потерял один рукав. Вот один рукав. И остался только один крайний побег от этого куста. Почему так получилось? Ну, опять же, из-за наших таких нестабильных веосин. Где-то произошла закупорка проводящей системы. Побеги стали видать, их пришлось отрезать. И вот мы получили жирующий побег. Вот мы его положили тоже горизонтально. Да, и вот у нас вверх пошли пасынки. Причем, смотрите, в данном случае мы можем сказать, что у нас жирует весь куст. Вот побеги его фиолетовые такие. Видите, толстенные. У нас сегодня 8 июля. То есть, в принципе, еще расти и расти. Они уже давно-давно доросли до верха. Пока что даже немножко оставляем, чтобы как-то все это нагружать. Вот это, вот это пасынки. Ну, тут просто некуда уже положить в горизонт. Некуда больше нагрузить. А при этом куст молодой, кусту 4-й год. И никакой подкормки. То есть, он не перекормлен. Бывает, да, иногда жирование может случиться, потому что мой куст слишком хорошо покормили. Вот, смотрите, волоса. Пасынки, пасынки, да. Вот. Ну, здесь, вот когда садили какого-то там старого компоста, мы сюда положили все. Вот 3 года прошло, 4-й год. Ну, видимо, нравится. Много влаги в почве, тепло, пристенок. Да, плюс вот один рукав потерялся. Соответственно, но тут же рует весь куст. Ну, к сожалению, мы можем себе позволить в горизонтальное направление положить только один побег. Ну, вот оставляем, где возможно. Пасынки, конечно, кое-что вот это вот кудло наверху надо будет разобрать, потому что это уже слишком густо. Ну, и никакой нормировки урожая. Пока здесь речи не идет. Это вообще технический сорт. Ну, вот нам его надо нагружать. И вот тоже, смотрите, пасынковый урожай. Безусловно, мы его оставляем. И смотрите, что получается. Вот куст мы нагрузили. Вроде бы молодцы. Ну, а что еще нам нужно сделать? Надо максимально поспособствовать вызреванию лозы на этом кусте. Значит, мы его можем кормить калием. Пока что у нас еще первая половина июля. И можно давать калий под корень. Сульфат калия по инструкции для ягодников. Больше ничем этот куст мы не кормим. И что важно, не поливаем. Потому что вода, она как бы мешает вызреванию лозы. А чем он больше будет страдать от засухи, вот в данном случае, да, это будет хорошо. Единственное исключение, если у нас, например, большой куст, у нас там есть урожай, мы понимаем, что он может трещать, тогда ограниченный полив может быть. То есть поймите, что нам очень часто приходится искать компромиссы. И из двух зол выбирать меньшее. Урожай посынково, смотрите, вот там у нас гроздочки. Мы его обязательно оставляем. Но он может не созреть. Но может и созреть. Как говорится, как повезет, какая будет осень. Но мы его оставляем, чтобы опять же куст нагрузить. И осеннюю обрезку мы будем делать в зависимости от того, как вот у нас это все вызрит. Сейчас я вам покажу примеры жирующего куста прошлого года. Как он был обрезан, да, как он вызрел, и как он себя чувствует в этом году. Вот это у нас цимус. В прошлом сезоне сильно подмерз. И сильно жировал. И смотрите, вот это мы видим сейчас плодоносящие побеги на жирующих побегах. Вот. Это был зеленый побег. Я его укладывала в горизонт. И были пасынки. И смотрите, на всех пасынках вот у нас зеленые побеги. И они все с гроздочками. Ну, в общем-то, после зимы проснулись очень даже хорошо. Немножко я здесь проломала, но сильно не усердствовала. А вот на той плоскости тоже жирующий побег был в прошлом году. Вот он. Ну, тоже вот где-то, смотрите, на пасынке у нас есть побеги. Кстати, вот один. А нет, тоже плодоносный. Просто маленькая гроздочка сверху. И вот мы видим тоже плодоносные побеги из основной почки. На основной лозе. Самое важное, что вы должны понять, что жирующий кост и жирующая лоза – это не приговор. Если мы все сделали правильно, да, то у нас все вызрит. Я вам показала, что, в общем-то, и нормально в следующем году мы получим урожай. Но если мы не будем придавать этому значение, то вполне вероятно, что у нас лоза будет плохо вызревать. И мы можем получить такую же проблему в следующем году, в следующем, да, то есть это замкнутый круг. Вот тем, собственно говоря, жирование и опасно. Во-первых, на жирующей лозе может плохо закладываться урожай, но это полбитый, да, и она сама по себе плохо вызревает. Поэтому наша задача, наша с вами задача – вовремя отожирования распознать, да, и с ним немножко поработать. И тогда у нас все будет хорошо. Повторю еще раз, это не приговор. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку «Еще». Будет ссылка на каталог наших сортов винограда. Обновление его будет к концу августа. И наши контакты. До новых встреч! До новых встреч!